Субтитры создавал DimaTorzok 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 То есть на какие-то вот вещи, которые напрягают атмосферу в группе. Может быть, тоже с этим связано. А потом, я думаю, что в «Серфтубор» весь возник, опять же, по поводу того, как было объявлено, что из-за того, что я напрочь отказался записывать альбом, я же тоже не сумасшедший человек, вот так, ну, говорит, ну, что, с ума сошли? Что вообще происходит? У вас все в порядке, и вдруг такие, значит, заявления. Я просто, так сказать, не сторонник, скажем, такого выражения, как там «куй железо, пока горячо», там «куй железо, не отходя от кассы». То есть я считаю, что все должно быть в свое время. Что касается, скажем, музыки, альбома, то есть музыка и песни, это, наверное, громко сказано, как дети наши. То есть да есть желанные дети, есть нежеланные дети. Хотелось, чтобы все песни были желанными. А они могут быть желанными только в том случае, если они созрели. То есть если вот мне есть что-то сказать, это не просто я взял, надо на очередной альбом срочно записать. Вот давай срочно, в срочном порядке, вперед, пока вроде как еще есть спрос. Вот, в принципе, одна из сути конфликта, скажем так. Самые тяжелые моменты, которые, как я понимаю, обрушиваются на музыкантов популярных и находящихся постоянно в центре внимания, это, во-первых, всевозможные соблазны, которые есть, и которые отняли из истории музыки, достаточно унесли коллективов и жизни даже. Слава, время которой тоже тяжело перенести, и деньги. Да. Вот, и, собственно, это как огонь, вода и медные трубы. Какие испытания для вас были легкими в процессе преодоления, а какие были, в общем, тяжелыми и привели к какому-то кризису? Ну, я не знаю, я могу сказать за себя конкретно, вот о себе. То есть, в принципе, слава, деньги, то есть, это было не самое главное. Опять же, я говорю, и особо денег-то мы не заработали, по большому счету, что касаемо денег. Я, например, в свое время даже работал сторожем, там, получал 50 долларов. Это было, так сказать, где-то вот в районе 91-92-93 год, и совершенно спокойно справлялся с этим. То есть, у меня совершенно самозаточный человек, то есть, как вот Адам начинается, который вот что надо, то и есть, а что есть, то и надо. Ну, примерно так. Хорошо, конечно, когда есть какие-то лишние деньги, то можно позволить себе истратить там какие-то нужные или ненужные порой вещи. Вот. Слава, я не знаю, я как-то всегда старался смотреть довольно-таки критически и на себя, и на то, что делает группа. Никогда не задирали нос там, не знаю, что мы там такие крутые там. То есть, изначально как-то получилось так, что, может быть, мы попали вот в то время, так-то заполнили ту нишу, в которой особенно, в принципе, никто не работал. Вот. И я даже порой удивляюсь, как получается так, что группа, которая играет, в принципе, ну, на данный момент, скажем, не так, не шибко современную музыку. Получилось так, что наши концерты приходят там от восьми, там, и старше. Казалось бы, люди, воспитывающиеся вообще на другой музыке. Я сам порой не понимаю этого. Вот. И совершенно спокойно отношусь как-то к каким-то таким вот вещам, скажем, которые, ну, нет денег, ну и нет. Там, кто-то не узнает там, ну, ради бога слова. То есть, я занимаюсь своим делом, вот мне нравится это, я на протяжении всей жизни занимался этим вопросом. То есть, музыка, любимым делом. И относился не как к средству, как-то, для зарабатывания денег, а к тому, что у меня вот изнутри вырывается. Вот так. Могу разложить. Кофе. История знает примеры групп, которые расходились, сходились, долго существовали и по сей день существуют, и при этом оговорены некие рамки, в которых участники имеют право на сольную деятельность, на участие в каких-то сторонних проектах. Но при этом основное, основная марка, группа, основное название все равно остается, время от времени они под этим названием все равно работают. Там яркие примеры, это и Deep Purple, и Rolling Stones. Возможно ли такое существование Арии? Я думаю, что вполне возможно, поскольку у нас был уже опыт, скажем, вот ребята в свое время, там, Дубинина с Холстином, маньяки, они записывали такой альбом, как Авария. Я, например, с нашим бывшим гитаристом Сергеем Ауреем записал там альбом в смутное время. То есть, и ничего это не разрушило группу. Основная, да, основная работа была в Арии, то есть мы занимались Арией в большей степени. Ну, просто получилось так, что нужен был какой-то выплеск вот на стороне где-то. Скажем, какие-то композиции, которые не вписывались вот в рамки Арии, они были записаны там, они вот пытались сделать что-то другое. Я думаю, что это вполне возможно, и, честно говоря, я вообще сторонник вот такого подхода к делу. То есть, не хотелось бы, чтобы вот так вдруг, ни с того ни с сего, произошла такая история, что вдруг раз, Ария развалилась там на какие-то части. Я думаю, что это, наверное, наверное, то есть это был бы самый разумный наш шаг. Вот, что касается юридических аспектов названия Арии, в каких взаимоотношениях находятся участники группы и у кого есть право выступать под названием Ария вообще? Название вообще претендует пять человек. Ну, как не то, что претендует, а оно зарегистрировано, это название, то есть за пятью музыкантами. То есть, вот все, кто сейчас работает, это вот Зубинин, Холстинин, я, Манякин и Терентьев. Вот, то есть, если вдруг какие-то расклады вот так или иначе, я думаю, что достаточно нормального джентльменского разговора, чтобы решить эту задачу. То есть, кто-то один, скажем, если захочет забрать, у него просто юридически это не получится. И не хотелось бы доводить, честно говоря, до вот такой вот канцелярии все это дело. Потому что мы нормальные взрослые люди, которые, я надеюсь, можем совершенно спокойно решить все вопросы, не прибегая к судам, к каким-то там, не знаю, разводам, раздорам. В планах, помимо концертных и фестивальных, стоял еще будущий альбом, который наверняка поклонники ждут. Вероятно ли его появление? Если вероятно, то когда? Возможно ли вообще на него рассчитывать? Я думаю, что, наверное, да, конечно, альбом появится, но будет этот альбом записан под названием «Ария». И, то есть, есть определенные планы, скажем, у членов. Я не буду сейчас говорить конкретно, кто. У них есть определенный материал наверняка. Вот, они над этим работают. Но будет ли это, так сказать, под названием «Ария», я не знаю. А какой еще вариант? Возможно, это может быть сольный проект? Возможно, это сольный проект. Скорее всего, я думаю, что на данный момент это было бы, наверное, правильно. Потому что есть и у меня, скажем, какие-то там мысли по этому поводу. Вот, я думаю, что было бы самим правильным шагом. Поскольку сейчас как-то не складывается что-то у нас, наверное, надо было выплеснуть свою энергию вот в сольных проектах. Я понимаю, может быть, они, конечно, и не принесут, там, скажем, такой известности, или не будут настолько, скажем, хороши, нежели это было бы в Арии сделано. Но я думаю, что, наверное, есть, ну, необходим такой просто выплеск. Я думаю, что, наверное, каждый убедится, есть, наверное, смысл нам расходиться или, наверное, остаться в группе. То есть, все должно быть как-то решено со временем, но расставит все на свои места. И все, наверное, все поймут. Все-таки разрешение ближайшего полугодичного периода жизни группы возможно, там, как я понимаю, от самого негативного сценария до самого позитивного. Или все-таки наиболее грозный сценарий, например, тайм-аут. Возможно ли, например, объявление, там, моратория на прекращение каких-то конфликтов, пауза, тайм-аут, а потом возвращение к нормальным цивилизованным отношениям и разговорам? Я думаю, что это вполне возможно. И, наверное, тайм-аут такой необходим. То есть, каждый дом должен, наверное, очень подумать, прежде чем принимать какие-то там решительные шаги в ту или иную сторону. Я думаю, что ничего в этом страшного нет. Да, вот может быть сейчас там, так сказать, пик какой-то у нас определенный. Ничего страшного я... Например, взять того же Оззи Осборна, который там последний альбом мне вышел, вот в 2001 году. А до этого альбом был там в 95-м. Шесть лет прошло, ничего страшного не случилось. Как был Оззи Осборн, так он и остался. И альбом, который он записал, считай, замечательный, звучит не хуже предыдущих. То есть, хотелось бы, чтобы записывать альбом, чтобы это было каким-то шагом вперед, чтобы вот это рвалось наружу. Как говорится, если можешь не петь, то не пой. А если не можешь не петь, тогда пой. Ну, я вот считаю, что так должно быть, наверное, по отношению к творчеству. А не просто альбом для того, чтобы поставить галочку. Мы записали очередной альбом, и можем там дальше двигаться. Должно вот распирать человека. Если распирает, тогда, наверное, надо браться за это дело. Если не распирает, ну, тогда, значит, надо взять тайм-аут. Последний вопрос у меня касается фанатов, поклонников. В числе Ария относится к тем коллективам, у которых, во-первых, которые слушают люди самых разных возрастов. Во-вторых, отношение к нему может быть настолько трепетным и настолько жизнеопределяющим, что даже не то чтобы распад, но даже пауза, какой-то перерыв в деятельности группы может восприниматься какими-то поклонниками группы как личная трагедия. И уже воспринимается, насколько я могу судить, по письмам, которые приходят к нам в программу. Есть ли какие-то слова, с которыми сейчас нужно обратиться к ним, что им нужно сказать и, может быть, дать какой-то совет или напутствие? Да, вы знаете, когда я прихожу в свой подъезд, я поднимаю, значит, там стены мои расписаны. И написано, что там Кипелов наш бог. Но это я опять же цитирую, я не сам это придумал. Вот. Там «Беспечный ангел», там разные слова пишут, хорошие в основном, правда. Вот. Я всегда говорю, не за твоей себе кумира. И, ну, это не, опять же, ни к тому не хочу как-то вот... Я просто хочу сказать, что, чтобы они успокоились, что в любом случае мы не будем, скажем, останавливаться надолго. Вот. В том или ином варианте они все равно услышат песни, я надеюсь, хорошие песни. Хотелось бы успокоить родителей, чтобы они так сильно переживали вот за состояние детей. И, наверное, какой-то есть юношеский максимализм. Я сам, наверное, такой был. Я очень болезненно переживал, скажем, распад Криденс или, там, не знаю, Битлз. То есть я тоже не спал, я страдал из-за этого. Но прошло какое-то время, и я вот спустя... Я начал понимать, наверное, да, наверное, был такой период у людей в жизни, у музыкантов, когда они могли, наверное, вместе работать. Тогда это было непонятно. Вот спустя какое-то время я стал понимать какие-то проблемы. Вот. Я хочу сказать, ребята, так сказать, не отчаивайтесь. Тем более отчаяние – это очень такой страшный грех. Вот. Так что я считаю, что все будет нормально. Вот. И мы порадуем еще, надеюсь, вас хорошими песнями, которые затронут ваши душевные струны. Отлично. Все, если есть что-то мы, что мы не коснулись... Да я думаю, что вроде все нормально было. Может, я немножко... Какое-то количество... Нет, да. Не я, какое-то количество разбитых сердец, я надеюсь, мы все-таки слепим. Слепим. Я надеюсь, да. Потому что... Я думаю, такой трагедии силы, наверное, не должно быть. Год 2002. Концерт «Судный день». Раскол группы. Валерий Кипелов. 2002 год, август месяц, финальный концерт. Вот в том составе... Судный день. Судный день. Да, 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 помню. Кто кого судил, и мне... Ну, типа, история нас рассудит. Да, вот примерно так, я считаю. Концерт мне очень запомнился. Мы расставались, в общем, такой, наверное, с определенной долей... К сожалению, наверное. Наверное. Потому что концерт какой-то такой душевный, в общем, был. Можно было подумать, что как-то... Ну, не знаю, вот эти противоречия, наверное, скажут, что на концерт. Но я вспоминую, концерт был отличный. Мы это делали с огромным удовольствием. Понимаю, что, наверное, это один из последних наших таких совместных выступлений. А правда, что мы подрались с Слепиловым в кофе? Хотел бы сказать, что ни в кофе, ни в чай. Мы с ним не дровились через лорадок в кофе. Без кого есть, без него просто дровились с Слепиловым в кофе. А что это как-то? Ну, он имел в виду в кафе. А, это писали в газете даже? Да. Криво. Мы писали после того, как все произошло, и кто-то сказал, что... Ну, игра слов, в общем. А кто кого? Ну, в каком-то городе там человек написал там... Недосказательный отчет какого-то там, концерт или что-то. Ага, ага. Ну, как там был написан, что они дошли до такого, что... Ну, подрались с Слепиловым и Холстининым что-то написано в кафе. Кто-то прочитал, без частички дней написал. А вы слышали? Оказывается, с Холстининым с Слепиловым в кафе подрались. Что-то вы что, да не может быть. Я себе представляю, как это было. Там Холст подкрался и ударил его страдокастером. А этот, наверное... Через пятнадцать страниц уже обсуждение форума. Вы думали, да вы что, люди, одумайтесь. Вы прочитайте, там же написано... И это вот, снежный кол такой покатился. А потом же заходят люди, не разобравшись, читают, там, страдокастером ударил. Там все украшено. Не усердшее чувство юмора. Есть как-то... Я вот наблюдал своими глазами, вот искаловаться вот это вот. А вот, снежный колокольчик, вот искаловаться вот это вот. И это вот, снежный колокольчик, вот искаловаться вот. Я начну, на самом деле, издалека. Мы живем в эпоху, когда нас стараются убедить, что звезд можно клонировать и разводить в телевизионных инкубаторах, на специальных фабриках и в специальных программах. Мне кажется, что истина проста. Настоящих звезд невозможно создать, клонировать или вывести в каком-то телевизионном инкубаторе. Звездой только рождаются, этот талант можно развить или похоронить, но его невозможно отрыть ни в каком реальном или нереальном шоу. И точно так же, как в этих собранных продюсерами коллективах, из там трех мальчиков и двух девочек, пяти блондинок или шести брюнетов, одного гея и пяти... и так далее. Я могу долго продолжать. Там каждый элемент в этих искусственно сконструированных пробирках, инкубаторах взаимозаменяем по воле продюсера, в настоящей группе элементы невзаимозаменяемы. Они притерлись, они приживлены друг к другу, как системы организма. Они функционируют, какая-то часть как легкие, другая часть как сердце, третья как мозг. И распадаются они так же, как семьи, болезненно, тяжело. И копаться в этом крайне неблагодарное занятие, потому что это все равно, что детей спрашивать, кого ты больше любишь, маму или папу, когда они разводятся. И в этих ситуациях нет стопроцентно правых и нет стопроцентно виноватых. И только время потом расставляет все на места, кому сопутствовала удача, кому не сопутствовала. Единственная вещь, которую я хочу при этом подчеркнуть, Мы знаем много легендарных коллективов, которые распадались на вершине славы. Нет, наверное, ни одного человека, который, обсуждая у нас на станции и в кулуарах, и публично распад Арии, который происходил в прошлом году, ни с широко раскрытыми глазами не сказал, ну что они с ума сошли, ведь смотрите, что происходит. Самая главная концертная группа в стране, на самом пике, как это может, кому, неужели это нельзя остановить? Это нельзя было остановить, и все люди, которые пытались это сделать, не сумели ничего сделать. Опять-таки, потому что это человеческие отношения, и это как семья. И когда что-то ломается, это невозможно восстановить. Ну а если говорить о творческих последствиях, действительно не будем ворошить человеческие отношения, всякое бывает у всех по-разному складывать. Если говорить о творческих последствиях, то я бы хотел продолжить эту аналогию простым примером. Вот когда происходит развод в семье, детей обязывают, вот ты остаешься с мамой, а папу ты можешь видеть только по воскресеньям. Вот слава богу, когда распадаются группы, и мы в состоянии этих детей, нас никто не обязывает приходить к одному из родителей только по выходным. Мы можем слушать и тех, и других круглые сутки, а я обещаю, что мы к этому обеспечим все необходимое. Все понятно в вашем ответе. Очень четко ответили, что да, два равнозначных, не два равнозначных. Ничего не понятно. Александр Пряников, Русская Радия, пожалуйста, слово вам. Да! Надо дать. Привет! Такого металлиста попробовал дать. Я могу сказать, что... Я думал... Не вышло. Я могу сказать, что, наверное, даже по килограммам собранных волос с группы разницы, наверное, и не будет между теми и другими. Наверное, произошел процесс, который... Вот переадресат Козырев, значит, хотел переадресовать тоже, собственно, и ко мне. То есть процесс клонирования. Действительно, если наш рынок получит в результате этого мощного деления две потрясающие группы... А мне тут по оперативным данным рассказали, что развалилось главное, что составляет... То есть бас-гитарист остался в Арии, насколько я понимаю. А это, наверное, все-таки основа любого металлического коллектива. И такие связки за один год не наигрываются, когда... Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи... И бас-гитарист знает, что он делает. Серега Галанин вам больше расскажет, когда у кого долгое время была бас-гитаристка, девочка. Они там крестились всей группой, когда она забеременела. Вот. Серьезно. Поэтому вот... Поэтому вот эта связка, я считаю, это как, наверное, в футболе тоже наигрывается. Тут, наверное, к ужасу поклонников русского и нашего радиов. Вот. Я соглашусь с Михаилом. Такие связи действительно наигрываются долго. И разрушаясь, скорее, больше теряют. Дай бог, чтобы не крестился никто, да? И в той половинке, и в этой половинке. Я не забеременен. Не, ну со спины такие длинноногие парни, волосатые, в кожаных штанах. Я, кстати, думал, что сегодня придут такие... Говорят, кожаная косуха. Только я, может быть, слышал какую-то дезу страшную. Но только по-настоящему становится, значит, кожаная косуха, если на нее пописывают. Правда? Нет? О! Я думал, сейчас придут такие, знаешь, парни, руки в цыпках. А тут нет девчонки в штанишках. Такие, в общем, цыпочки пришли. И думаю, да, вот, в общем, так сказать, растет жанр и есть куда развиваться. С присущей мне толикой глубокого юмора могу сказать, что как человек, который послушал первую композицию группы Ария, когда большинство наших зрителей в зале только и только израсходовали первую пачку подгузников, я могу сказать, что с нетерпением, наверное, буду ожидать воссоединения группы в каком-то виде. И если когда-нибудь два солиста, объединяясь, пропоют все хиты группы Ария, вот это будет по-нашему, по-рокерски. Вот такой мой спич. Спасибо. Пожалуйста, Антон. Все достаточно четко отвечают на поставленный вопрос. Юрий Аксюта, вам, наверное, попробую задать то же самое. Насколько действительно равнозначно, равноценные коллективы получатся, как вы считаете? И немножко перефразирую, может быть, проще будет отвечать, а то как-то не получается. Все-таки хэви-металлическая ниша, как мне кажется, в нашей стране, она очень невелика. И в этой нише найдется ли место для двух супергрупп? Потому что известно, что есть одна супергруппа, и есть еще хэви-метал еще. Ну вот боливар двоих вынесет. Ну, я не обладаю таким глубоким чувством юмора, как Саша Преников, но мне нравится такой достаточно веселый настрой сегодняшнего разговора, несмотря на такую тяжелую и многострадальную музыку. Я думаю, что никакой трагедии это не произошло. Для Миши это трагедия, я на это смотрю совершенно нормально и даже достаточно по-бытовому. И не переживаю так, как он. По двум причинам. Значит, причина первая. Если это произошло, значит, это произошло совершенно естественным путем. Значит, к тому все и шло, чтобы группа распалась на две, как сказали, равнозначные части. Это первое. А второе, по всей видимости, это хорошо, потому что в этом жанре появились две группы. То, что до сегодняшнего момента, насколько я понимаю, вот с тех замечательных середины и начала 80-х годов, когда были там черный кофе, ария, коррозия металла, осталась одна группа ария, благополучно дожила такие мастодонты, такие мамонты, ничем никем не убиваемые, ничем не пробиваемые. Вот они жили, и никакой конкуренции здесь не было. А сейчас, по всей видимости, конкуренция появилась. Я вижу здесь совершенно положительный результат вот этого процесса, очень болезненного для коллектива, безусловно. Это действительно семья, действительно люди собирались, они притирались, они жили друг с другом там долгие 17 лет. Но что-то, видимо, такое случилось в жизни, что привело к тому, что надо разойтись. И они абсолютно правильно сделали, я так полагаю, гораздо было бы сложнее, пользуясь смешной терминологией, сохранять, пытаться искусственным способом эту семью, безумно каждый раз приходить на концерты из разных концов и коридоров, и только на сцене каким-то образом общаться друг с другом. Поэтому я вижу, отвечая на этот вопрос, я вижу исключительно положительную тенденцию в том, что на нашем рынке появились две металлические группы, которые замечательно будут конкурировать друг с другом и доказывать жизнеспособность этого жанра. Спасибо. Ну, по крайней мере, на первую часть вопроса ответили. На вторую часть по поводу, не слишком ли маленький рынок, на котором появились две супергруппы, хочется у Дмитрия Борисова спросить. Дмитрий Борисов, эхо Москвы. Рынок, наверное, не очень маленький. Хватает сейчас разных групп, но, как сейчас один телеканал говорит, два лучше, чем один. Поэтому я не соглашусь, наверное, с Михаилом в том, что клоны не выживают. К сожалению, опыт сейчас показывает и с поп-музыкой, что как раз клоны-то и выживают. А вот нормальные такие коллективы, типа той же Арии, они, к сожалению, разваливаются, потому что, наверное, нет той искусственности в их создании, которая бы их скрепляла. Искусственность держит. Продюсер, который бы стоял бы с плетьми сзади и нагонял бы группу и говорил, что нет, вы сейчас выйдете на сцену, и вы сейчас будете петь, вы это споете у меня все равно, несмотря на все ваши проблемы внутренние. Почему? Насколько я знаю, извините, что была похожая ситуация в 95-м году, когда Валерий Кипелов практически уже ушел из коллектива, из Арии, и только за счет того, что были подписаны контрактные обязательства, вышел альбом. Было, да, по-моему, такое? По-моему, с которым мы в свое время работали. И получилось так, что Али Грановский, это бывший бас-гитарист из первого самого состава из Арии, он мне позвонил и предложил просто поработать по клубам те песни, которые в свое время либо он написал, либо кто-то... Ну, вот не те участники, которые оставались в Арии. Я согласился, поскольку, ну, почему бы не было помочь, тем более в то время у группы мастеров, у нее были проблемы с вокалистом. Я просто начал петь там, и это такой резонанс наложился. События в Германии, где мы там поругались очень сильно, и вот мое выступление с группой мастер, причем везде писали, там, Валерий Кипелов мастер, никто не говорил, что я там собираюсь работать. Ну, вот так случилось, что это все раздули очень сильно, а то, что штрафной санкции нет, меня никто не заставлял. То есть возвращение было естественным, да? Вполне естественным было возвращение, да. Были неприятные моменты, я очень долго ждал, то есть долго очень раздумал, возвращаться или нет. Понятно. А сейчас, в принципе, не исключайте возможность того, что все-таки коллектив сойдется опять обратно? Я думаю, что такая возможность, ну, не хочется говорить, что есть такое, никогда не говори никогда, но я думаю, что вряд ли это произойдет, поскольку я считаю, что те музыканты, которые сейчас работают вместе со мной, меня очень устраивают, и как люди, и как музыканты. Может быть, это будет какой-то разовый проект, то есть окончательно, я думаю, что вряд ли это случится. Спасибо. Ну что ж, я думаю, продолжим тогда дискуссию после очередной песни. Валерий, пожалуйста. Спасибо. Я вижу, как закат, стекла оконные плавит. День прожит, а ночь оставит тени в снов углах. Мне не вернуть назад Серую птицу печали Все в прошлом так быстро тают Замки в облаках Там все живы Кто любил меня Где восход, как праздник Бесконечной жизни Там нет счета Рекам и морям Но по ним нельзя доплыть домой Вновь Примирится тьма Даже алмазы и пепел Круг равен врагу в итоге А итог один Два солнца Два солнца у меня На этом и прошлом свете Их вместе с собой укроет Горько-сладкий дым Там все живы Кто любил меня Где восход, как праздник Бесконечной жизни Там нет счета Рекам и морям Но по ним нельзя доплыть домой Возьми меня с собой Пурпурная река Тоска о том, что было Рвется через край Под крики серых птичьих стай Я вижу, как закат Стекла оконные плавит День прожит, а ночь оставит День и снов в углах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok